Ребят, привет! Вы находитесь на канале Ла-Байк, меня зовут Дмитрий, а на стенде снова висит футбайк для бати. Вы уже, правда, начали в комментариях писать, ну давай уже покажи, как твой батя гоняет на футбайке, сколько можно его собирать. Но отец, честно говоря, не хочет светиться на ютубе, поэтому без его воли я особо сделать ничего не могу. Ну, может быть, как-нибудь в каких-нибудь сторис в инстаграм покажу. Вот. Ну, собственно, что буду делать в этом видео? После того, как сломалась рама на моем футбайке, у меня возникли сомнения, не коротковат ли вот этот подсидел, который я сюда установил. Здесь установлен подсидел FUN CROSS FIRE 350 мм. Ну, несмотря на то, что седло довольно высокое, и он за счет этого глубже уходит в раму, сама подсидельная труба в раме коротковата для размера 23, то есть она 48 см. Хотя я предполагал, когда покупал этот подсидел, что эта труба будет где-то 50-52 см. На самом деле, в старой компоновке рамы, то есть в старых версиях InnoDead, там действительно труба была длиннее. А здесь у нас с заниженным стандовером рама, поэтому труба всего лишь 48 см, несмотря на размер 23. Ну и я решил установить более длинный подсидел, буду устанавливать вот такой вот Truvative Descendant, не путать с диссидентом. Это слово переводится как «потомок». Это вообще вся серия рассчитана на экстремальные виды спорта, поэтому думаю, вот для такого формата, то есть футбай для бати, то есть отец здоровый, ему как раз это будет подсидел то, что надо. Ну и он 400 мм, это главное его достоинство. Давайте для начала взвесим подсидел. 266 грамм. Ну и прежде чем я начну разбирать, надо всё измерить, сколько тут всё было, чтобы потом не гадать, не подбирать, как это было. Так, у нас тут где-то 17,5 см до хомута, но хомут двойной. До рамы у нас 19,5 см. Сейчас давайте открутим хомут. Кстати, тоже можно проверить, как он болтается, здесь труба или не болтается, и насколько глубоко оно входит в итоге в раму. Так. Туговато хомут держится. Здесь, естественно, сборочный герметик. Надо его вытереть. Так, убираем хомут. Просто справедливости ради, проверим, как оно. Так. У нас было 19,5 см. Блин, сейчас всё протёр, и снова будет всё в этом сборочном герметике. Вот так вот было. Так, ну вот, проверяем. Ну, немножечко, видите, свободно ходит. То есть, чуточку болтается. Не так, как вот у меня на Сарме было, но чуть-чуть есть. Так, вот тут, правда, весь велик ходит. Так, ну и сколько у нас тут? Опа! Так. Ну вот. У нас 12,5 см уходило вглубь. Ну, как бы, неплохо, да, удлинить бы этот подсидел. А ещё, кстати, была проблема. Ну, вернее, не проблема, но с таким он столкнулся. Из-за того, что угол трубы очень острый, вот, а подсидел на это не рассчитан. То есть, у меня вот этот болт задний, он практически выкручен до конца. То есть, вот, всё, резьба заканчивается там, где в гайку вкручивается. В этом плане, Truative Descendant рассчитан как раз на такой угол. И здесь, видите, сразу все крепежи, градусов на 30 заваленные, относительно вертикальной оси подсидела. То есть, это вот ещё один плюс. Ну и, кстати, профиль прикольный. Здесь просто круглая труба, а здесь, ну, кроме того, что она так вот срезана, у нас здесь более тоненькие стенки по бокам и утолщение как раз в тех местах, где вот основная нагрузка на подсидел происходит. То есть, вот здесь толще и здесь толще. То есть, впереди и сзади. Смажем, естественно, подсидел сборочным герметиком. Немножечко нанесём у него. Потому что как без этого, чтобы он там не прикипал никак. Ну и вставляем. Кстати, ну, как-то плотнее даже идёт. Ну, опять же, здесь у нас уже установлен хомут. Ну-ка, без хомута сейчас попробуем. Нет, так же болтается чуть-чуть. Так, выставим хомут ровно. Ну, вот, кстати, двойной хомут тоже добавляет жёсткостью всей этой конструкции. Может быть, на мой футбайк тоже стоит купить такой. Так, сколько у нас там было? 17,5 сантиметров. Ага, по головку как раз вот так. Вот. Можно сейчас установить седло. Потом всё это затянем. Я заранее тут открутил болты. Потому что вот крепление именно седла меня всегда напрягает. Мне не нравится. Вот эти вот сюда в рельсы, чтобы всё вставить. Угу. Всё, попал. Теперь можно подзатянуть. Кстати, с этой стороны вот немножко неудобно работать диаметрическим ключом. Он здесь упирается в багажник. Поэтому пока я подтяну с помощью шестигранника. Ну, а потом уже затяну всё как положено. Что, осталось только подтянуть болты хомута. И, собственно, установка закончена. Так вот получилось, что несмотря на то, что футбайк новый и вроде бы вот только его собрал и снова уже какие-то переделки. Ну, кастом есть кастом, видите. Сразу не учёл момент, что подсидельная труба будет короткая. Ну и не бомбите, пожалуйста, ни в комментариях, ни где, что вот такое седло. Ну, удобно отцу на нём ездить. Я вот на нём ездил, да, мне неудобно. Я привык к нормальным седлам. Мне как бы оно мешает вот это вот. Ну, что поделаешь. Хозяин-барин. Ну и высокие люди, имейте в виду, что лучше сразу покупать подсидел с этой рамой подлиннее. Может быть, даже длиннее, чем 400 мм. Потому что вот с моими длинными ногами. Тут вот на самом деле подсидел не сильно выдвинут. Отцу просто очень неудобно залазить. Ну, возраст и всё такое, сами понимаете. Вот. А мне, чтобы ездить, мне нужно седло гораздо выше поднимать. И тогда, да, вот здесь не такой уж большой хвостик будет внутри рамы. Ну, мода есть мода. Низкий стендовер. Всё вот это вот требует таких жертв. Раньше, мне кажется, 400 мм подсидел. Казалось, уууу, каким длинным. Там только на складниках на каких-нибудь были такие подсиделы. А сейчас вот в горном велосипеде 400 мм. И это вполне нормально. Ладно, ребятки. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик. А я с вами прощаюсь. До встречи на Ютюбе.